Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Дотянуться до рекорда в сквере Гудовича молодежь «Анапа» устроила массовые соревнования по подтягиванию на турнике. Современное искусство по древним образцам. Анапские ремесленники готовят представить на краевой выставке свои уникальные работы. Дайвинг с пришельцами, туристические маршруты Пурорта выходят за границы привычного, становятся глубже и интереснее. Девять анапчанок, участниц сборной команды Краснодарского края, завоевали призовые места в дартсе, легкой атлетике и волейболе на Всероссийском фестивале массового женского спорта «Красота. Градца. Идеал». Награды вручил заместитель главы города-курорта Сергей Козлов. Фестиваль проходил с 4 по 7 сентября на стадионе «Спартак». В этом году он проводился уже в 17-й раз и объединил более 70 очаровательных участниц из 12 регионов России. В активе анапчан первое место в дартсе и стометровке, бронза также в стометровке, комплексной физической подготовке и волейболе. Кроме того, специалисты отметили феноменальный результат поджиманием 117 раз. Самое главное, что мы приобретаем в таких соревнованиях, это прежде всего наша дружба, наше единение. И потом уже мы получаем оттуда большие эмоции, азарт. И очень действительно хорошую у нас победу. У нас в команде мастера спорта, даже по карате, мастера спорта «Солдатова» Наташа, есть мастера спорта по спортивной гимнастике, это Морозова Наталья. Также у нас перворазрядницы, легкоатлетки, баскетболисты, теннисистки выступают. То есть действительно сборная города выступает вся за город-курорт Анапа. Анапа – территория спорта. Одним из популярнейших направлений среди молодежи стал воркаут. Это подтягивание и выполнение различных трюков на турнике. А сегодня в рамках Всемирного дня подтягиваний в сквере Гудовича состоялась необычная спортивная акция, в которой приняли участие десятки школьников, студентов и гостей курорта. Вот уже третий год подряд Анапа принимает участие во всемирном проекте World Pool Up Day – Всемирном дне подтягивания на перекладине. В этой акции принимают участие пять континентов и более ста стран мира. Анапа – самый спортивный город Кубани. Именно у нас построено самое большое количество площадок для занятий воркаутом. Это прекрасный повод выйти на улицы, где у нас очень много турников стало в последнее время. Мы продвигаем воркаут-спорт, и практически в каждом дворе уже появилась воркаут-площадка. Это сделано буквально за последних полтора года. Я считаю это весомым достижением нашего муниципального образования. По этой позиции мы являемся лидерами Краснодарского края. Адула Гаджибеков занимается воркаутом уже несколько лет. Доступность турников и спортивных площадок позволяют развиваться в этом направлении. Я долго искал спорт в себе по душе. С 14 лет я уже занимаюсь воркаутом. Мне он понравился. Недавно я вступил тоже в группу, в команду по турникам. В принципе, мне нравится на силовые элементы делать. Вот я и занялся им. Принять участие в акции мог любой желающий. Гости курорта не только с интересом следили за соревнованиями, но и пробовали свои силы. Тем, кто смог подтянуться 12 раз, вручали наклейку с логотипом акции. Общее количество подтягиваний в конечном итоге будут суммированы. А результаты занесены на специальный международный сайт. На сайте Всемирного дня подтягиваний есть карта, в которой регистрируются точки подтягиваний. Мы зарегистрировали уже третий год подряд такую точку. И потом все участники, которые подтянулись, их результат суммируется. Потом по России суммируются все точки. И сколько раз максимально подтянулось людей в стране, ну уже показываются в результате. Какая страна подтянулась больше всего раз. Как показывает опыт прошлых лет, Россия в числе лидеров и по количеству участников, и по результатам. Но здесь нет соревнований и конкуренции. Мероприятие носит благотворительный характер. Организаторы Всемирного дня подтягиваний ставят своей целью объединить людей вне зависимости от их пола, возраста и национальности, вокруг идеи здорового образа жизни и предоставить им возможность зарядиться положительной энергией через занятия спортом. Керамические изделия, сделанные с соблюдением древнегреческих технологий, представят на выставке в Краснодаре. Анапские мастера начали скопирование изделий в известных музеях, попутно заказывали химический анализ черепков, найденных в Анапе и окрестностях. Все сосуды, лампы и другие изделия можно использовать по прямому назначению. Там плотняю глину, загоняю весь воздух в центр пирамидки. Там какие были пузыри, они сейчас должны собраться в одно место, чтобы не попали в стенку потом. Валерий Терзиян из Гайкадзора рассказывает, как односельчане попросили его заняться гончарным делом, чтобы возродить ремесло. С тех пор прошло 20 лет. В мастерской, которая находится в Анапе, через его руки проходит 8 различных комбинаций глины с Анапского и Крымского побережья. Она очень непредсказуемая штука глина. Ее 20 лет мало и 40 лет мало, чтобы чувствовать ее так же, как она сама себя чувствует. Непредсказуемая. Ее невозможно почувствовать. Ну так, подстроится. Здесь определенная температура. Вот здесь мелочевка, которая идет на сувениры. Мозг всего процесса Владимир Иванисов. Реставратор с 30-летним стажем. Самоучка. С детства любит что-то мастерить. Теперь у него свое дело. Ну и с музеем Гаргипия в постоянном контакте. Это терминаж. Можно сказать, что с этого все начиналось. Образцы находятся в музеях Парижа, Нью-Йорка, Санкт-Петербурга. Примерно так выглядели оригиналы 2-3 тысячи лет назад, когда покидали мастерскую. Было важно воспроизвести технологию, повторяя за древними мастерами, как за учителями. Всего у древних греков было около 300 видов различных керамических сосудов для воды, ароматических и пищевых масел, вина, различных ритуалов. Такой вот трехлисничек, да? То есть поле Геги здесь разливалось на себя, на здоровье, то есть вот таким образом, на здоровье, на удачу и на любовь от себя. Сегодня в мастерской работают 4 человека. Здесь воспроизвели всю цепочку технологических процессов. Главная идея – продвигать греческий период в истории Анапы. Эти изделия отправятся на выставку, которая пройдет в Краснодаре. Главное, интересное для меня, как для мастера, это было, конечно, древнегреческое искусство. Тысячу лет только здесь, на земле, вот Анапской земле, производили произведения искусства. Это просто поражало. И я поэтому пришел вот в эту специальность. Мы, допустим, глину и черепки отправляли в Менделеевский институт, нам делали анализы. Мы пользуемся именно той глиной, которой работали древние греки. То есть здесь все идентично. Все сувениры функциональны. Глазурь пищевая. Сюда уже приезжают туристы. В планах – расширять саму площадку, а также производство. Помимо керамики, древние греки умели работать со стеклом, а это не менее интересный пласт для исследования. Маленькой Нопчанке нужна срочная помощь. Еще у 7-месячной Маши Алайгаджиевой тяжелое генетическое заболевание – остеопитрос или, как его еще называют, мраморная болезнь. При недуге кости уплотняются и передавливают нервы, что приводит к полной слепоте, глухоте и параличу. Прогнозы самые неблагоприятные. Единственное, что может спасти Машу – это пересадка костного мозга. Девочки готовы оказать помощь в одной из израильских клиник, но сумма лечения для родителей неподъемна. Необходимо собрать почти 13 миллионов рублей. И большая часть уже собрана, осталось менее 2 миллионов. Однако времени крайне мало. Счет должен быть закрыт до 20 сентября, то есть неделя на то, чтобы спасти ребенка. У маленькой Маши сложная агрессивная форма остеопетроза. На фоне заболевания она уже потеряла зрение, развился гидроцефальный синдром. Сейчас девочка вместе с мамой находится в детской краевой больнице. Все, что будет утеряно до операции, восстановить уже нельзя. Однако, благодаря ей, у Маши появится шанс выжить и в остальном развиваться, как обычный ребенок. Самое главное – получить эту заветную путевку в жизнь. Чем раньше мы сделаем пересадку, тем лучше у нас прогнозы, хорошие прогнозы. Все зависит от нее, как она все перенесет. Если все перенесет хорошо, если перенесет пересадку нормально, все будет у нас хорошо. Маша будет расти, развиваться, как обычные дети. Ну, естественно, уже зрение не вернуть. Сбор средств для Маши Алай Гаджиевой ведет благотворительный фонд «Артемка». Помогают и неравнодушные анапчане. Волонтеры распространяют информацию в соцсетях. Проводят ярмарки и специальные акции, переводя собранные средства на счет фонда. Когда болеет ребенок, это очень тяжело. Когда ребенок умирает, это страшно. Дети просто не должны умирать. Поэтому каждый из нас должен, просто именно должен найти в себе силы, найти время, найти возможности. Не у всех есть финансовые, но не обязательно финансовые. Есть много других возможностей помочь таким детям. Прийти в группу, поддержать в социальных сетях. Прийти на мероприятие, помочь, поддержать. В любом случае, у каждого есть возможность. И каждый взрослый человек должен помогать таким детям. Завтра, 13 сентября, волонтеры проведут новую акцию. В 19 часов с центрального пляжа запустят небесные фонарики. Все деньги, собранные с их продажи, переведут в благотворительный фонд. Сбор у памятника «Белая шляпа». Помочь Машеньке можно и отправив смс на короткие номера 3116 или 3443 с текстом «Артемка», пробел и сумма, которую вы готовы пожертвовать. Другие способы перевода средств можно посмотреть на сайте благотворительного фонда «Артемка». И сделать это необходимо как можно скорее. На спасение жизни Машеньке осталась одна неделя. В Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена» продолжаются всероссийские спортивные соревнования школьников в президентские состязания. Каждый день ребята преодолевают новые спортивные этапы, доказывая свое превосходство в различных дисциплинах. Но кроме спортивной программы, для участников соревнований организована и культурная. Так «Сменовцев» приехал поддержать спортивно-музыкальный ансамбль «Динамичные ребята». Уже три года яркие и талантливые мальчишки и девчонки вдохновляют зрителей своими песнями. Детско-юношеский ансамбль «Динамичные ребята» был создан в 2014 году на базе продюсерского центра «Общество Динамо». Репертуар самый разный – спорт, любовь, патриотизм. Сегодня «Динамичные ребята» приехали во Всероссийский детский центр «Смена», чтобы поддержать участников президентских состязаний. Благодарны за то, что они нас поддерживают, потому что для нас это очень важно. Я знаю, что тебя кто-то поддерживает и способен на большее. «Динамичные ребята» – частые гости на различных спортивных мероприятиях. Ансамбль выступал на таких крупных соревнованиях, как чемпионат мира по хоккею, матч звезд континентальной хоккейной лиги и кубок легенд по футболу. В «Смену» музыкальный коллектив приехал уже в третий раз. «В россияне все мы будем поедать». Тут всегда с теплом встречают какие-то песни, придумывают танцы. И нас встречают, дают разные шарфики. В прошлом году давали, сегодня дали значки. Это так мило, так умилительно, просто одним словом, что хочется сюда приезжать еще и расчет. Две вот эти стихии слились воедино. Наш ансамбль, который спортивно-музыкальный, и ваши мероприятия, которые тоже соединяют ребят, которые занимаются спортом и творчеством. Здесь отдых, невероятно красивые места, потрясающие эмоции, очень много новых друзей. Ну и, конечно, очень радушный прием на концертах. Это всегда. Вы сами видите, что сейчас происходит на сцене. На концерте участники президентских состязаний могут потанцевать и зарядиться позитивом. Впереди у школьников еще много соревнований, а хорошее настроение станет помощником на пути к победе. Президентские состязания – это одно из самых массовых спортивных мероприятий страны. В соревнованиях школьного этапа 2016-2017 учебного года приняли участие более 6 миллионов школьников 5-11 классов из 85 субъектов Российской Федерации. О том, насколько такие соревнования важны для личностного роста подрастающего поколения и какие меры принимаются для усовершенствования организационного процесса, мы поговорили с исполнительным директором Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Денисом Клебановым. Физическое воспитание является частью воспитательного процесса. Российское движение школьников сегодня системно занимается воспитанием подрастающего поколения. И детям, безусловно, нужно выплескивать свои эмоции, потому что без соревновательных процессов, просто тренировочный процесс неинтересен. Я, как сам в прошлом профессиональный спортсмен, могу это утверждать. То, что ты, в общем-то, тренируешься, должен обязательно выплескивать свои эмоции уже в соревновательном процессе. Поэтому они здесь сегодня собрались, и я думаю, что они, на самом деле, так сказать, в предвкушении побед, в предвкушении, может быть, каких-то своих личных достижений новых, потому что, может быть, сегодня поставить кто-то свои личные рекорды завтра, послезавтра – это важно для них. Поэтому здесь однозначно такие мероприятия нужны, они важны для детей, для отрастающего поколения. Мы помогаем в регионах проводить и организовывать тем организациям, которые там за это отвечают. И также мы провели всероссийское анкетирование, потому что мы понимаем, что здесь все красиво, все здорово, дети довольны. А что происходит на школьном уровне, на муниципальном, на региональном, не знает никто. А президент все-таки дал поручение улучшить структуру проведения президентских социальных, президентских спортивных игр. И мы вот активно включились и сделали опрос. Так как мы работаем со школьниками, с детьми и для детей, мы сделали опрос, что они думают конкретно о том, как это проходит у них в школе, у них в муниципалитете, у них в регионе, что хорошо, что плохо. Как можно было бы улучшить эти мероприятия именно на уровне субъекта. И получили хорошую информацию обратную от них. То есть вместе с Центром тестирования МГУ обработали ее, получили инфографику, получили письменную статистику, определенную, которую мы передали нашим коллегам из Министерства образования, науки Российской Федерации, из Министерства спорта. И мы надеемся, что уже эта информация, эта статистика будет ими востребована. И они, уже опираясь на пожелания детей, как-то будут улучшать. О чем сказал президент? Улучшить структуру проведения. Я надеюсь, что они именно на основе на этих пожеланиях и будут улучшать структуру проведения. Честно скажу, не хватает информационной составляющей, информационной поддержки на школьном, на муниципальном, на региональном уровне. То есть они говорят, что мало информации. Зачастую они получают это от учителей физкультуры, либо какие-то там листовки в школе распространяются. Здесь, мне кажется, можно было бы усилить работу по популяризации президентских состязаний. Я думаю, что наше внимание с помощью наших партнеров информационных, оно будет именно такое позитивное влияние оказывать. И внутри субъекта будут улучшаться некоторые моменты. Я думаю, что те пожелания, те нюансы, которые были обозначены в анкетах, они будут потранслированы тем регионам, которые отличились в дальнейшем. И я думаю, надеюсь на то, что там уже внутри региона будут приниматься какие-то решения. В Черном море у берегов Анапы поселилось инопланетное существо. Фигуру главного героя фильма «Чужой» на морском дне установили местные дайверы. Для чего они это сделали и какие соседи вскоре поселятся рядом с пришельцем в нашем следующем сюжете. Это Ксеноморф, герой из фильма «Чужой». Рост статуи более двух метров, вес почти 300 килограммов. Он изготовлен из старых автомобильных запчастей, причем лапа и голова подвижны. Идея принадлежит дайверу Геннадию Стрельцову. Таким образом, он хочет сделать Черное море еще более привлекательным для туристов. Кому-то нравятся рыбки под водой, кому-то нравятся медузы, кому-то ракушки, но кому-то нужны отдельные изюминки. В результате долгих размышлений мы пришли к такому мнению, что давайте посадим инопланетян. Проект обещает быть успешным. Уже многие любители подводного плавания оценили новинку и остались под сильным впечатлением от встречи с необычным подводным обитателем. Когда к нему подплываешь, сначала не понимаешь, что это. Подплываешь чуть поближе, понимаешь, что это страшноватая штука такая железная стоит. То есть, крутит голову, инструктор тебя может посадить ему на лапу здоровенную. То есть, у меня девушка сидела у нее прямо на лапе. Было забавно смотреть со стороны. Впечатления были поразительные, необычные, но очень высокая. Фигура вызывает страх. И так погружение первый раз вызывает страх. Это вызывает очень бурные впечатления и эмоции. Фигура обработана специальным составом, который не позволит металлу ржаветь. В рамках проекта рядом с чужим поселятся и другие, не менее зрелищные персонажи. Мы планируем сделать несколько фигур, которые будут находиться под водой. Это будут и ксеноморфы, и лицехваты. Это будут стоять небольшие яйца под водой, большие, где-то около метра высотой, из которых будут вылупляться эти чудовища. Сейчас идет работа над остальными экспонатами необычной подводной выставки. И уже в следующем сезоне на дне Анапской бухты расположится удивительное инопланетное поселение. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски Ганноверский «Экстра» 209,90. Любительская «Тавровская» 229 рублей. Колбаса «Вареная» ветчинная 219 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. «Парковая» 93А, «Крымская» 98, «Амелькова» 28 и «Астраханская» 75А. По прогнозам синоптиков, 13 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 25-26 градусов выше нуля. Ночью до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Анапской бухте плюс 24 градуса. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь и до новых встреч в эфире. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.